Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Blunt Td6. И наконец-то я снова в этой игре. Как давно на самом деле я в нее не играл и, если честно, уже немного заскучал даже. И при этом мне стыдно перед вами за то, что давно не выходили видео по этой игре. И как раз таки в этом видео я хочу попробовать пройти мою первую карту на Чимпанзе. Еще ни один раз я вроде бы не проходил. Это моя будет первая карта. Посмотрим, что да как. Я прям ее только что открыл. Еще не знаю даже в чем прикол. Даже не пробовал. Только что что-то перетаскивал обезьяну и что-то она забаговалась. Посмотрите, у нас даже способности нет. Ого. Но при этом у нас доступна одна бесплатная обезьяна. Хотя там было сказано, что типа без обезьянных знаний. Как это работает, мне интересно. Так. Я так думаю, что нам лучше на всех случаях еще одну так поставить. Игра уже у нас начинается с шестого раунда. Я не знаю, нормально это или нет. Я что-то сейчас немного в смятении сижу. Хоть я толком способностями-то и не пользуюсь. Но все равно видеть то, что они заблокированы, это такое себе. Так. Вот не знаю, ускорим. Временно посмотрим. Будем, конечно, постепенно копить на Бенджамина. Если что, то будем быстренько кого-нибудь другого закупать, чтобы пройти этот раунд. У нас 100 раундов на самом деле. И это очень даже много. Надеюсь, что мы сможем многого чего-то биться. И пройти это с первого раза буду. Очень бы хотелось на самом деле. А посмотрите-то, все паснивит становится. Так, давайте я тут немного скорость уберу. И я так чувствую, что нам надо будет еще кого-то сейчас заставлять. В эти вот я сюда на всех ключах прям поставлю. Такое себе, наверное, место. Хотя нормально. Он вот так вот прям бьет. Неплохо. Поэтому все, пока идем нормально. Десятый раунд. Нам надо еще накопить 400 монет до Бенджамина. Надеюсь, что мы успеем на все вот это накопить. Как раз таки сейчас опять собираюсь возобновлять видео по Blunds.td. Потому что игра мне все-таки нравится. И в основном сейчас вся моя аудитория на канале. Это как раз таки люди, которым Blunds.td-то и интересен. А я хочу, чтобы все-таки вы смотрели то, что вам было интересно. И мне, собственно, тоже играть в эту игру нравится. Главное, знаете, вот придумывать что-то. Выполнять всякие ваши испытания, которые вы предлагали. Чтобы разнообразить какой-то геймплей. Потому что последние мои видео по этой игре, это только, знаете, битва с боссом. Битва с боссом. Если честно, даже сам устал от таких видео. Конечно, они, знаете, они самые простые. Ну, как бы, что? Просто берешь и сражаешься с боссом. Чего? Мы еле как сейчас победили. Ну, точнее, как выжили. Я решил инженера на всех случаях поставить. Видимо, мы сейчас его будем прокачивать на нижнюю линию. Чтобы у него было два пистолета. А два пистолета очень хорошо помогают. Как опасно. Успокойтесь, пожалуйста. Пипец. Так, давайте посмотрим, если мы вот так вернемся на заново. Раунд начнется. Проверим. Так, похоже на то. Слушайте. Давайте тогда сейчас я, может быть, вот эту обезьяну прокачаю. Все-таки это тоже будет полезно. Их тоже надо всех прокачивать. Постепенно, по крайней мере. Так. И сейчас действительно уже нет такого. Прошли уже проще. Все-таки классно, что есть такая функция. Она очень полезная. Значит, как? Это как мини-читы. Ну, они тебе дают переосмыслить твои действия в этом раунде. И исправить ошибку. Как бы я даже сказал, что это не баг, а очень даже хорошая и умная функция. Сейчас вот вам расскажу один прикольный этот факт. Я, конечно, в Америке-то не живу. Сам ничего не знаю. Но просто, если вы могли знать или не знать, то в американских школах в основном все пишут карандашом. То есть, если у нас тут все ручка, карандашом мы что-то чертим или рисуем. А у них именно все в основном делается и пишется карандашом. Именно для того, чтобы у каждого ученика был шанс исправиться, что он стер и написал заново так, как он считает. И вот здесь как бы то же самое. Мы, если успеваем, мы можем перейти, перезайти точнее на эту карту и переосмыслить наши действия. Сделай, ну, сделай их более правильными, что ли. Так, я пока заговорился, у нас на следующем раунде уже пойдет этот... Как он? Свинцовые шары. И что-то мне это вообще не нравится, в том плане, что у нас еще до сих пор нет ни одной фермы. Это ж как вообще? Как жить? Онлайн. Рен... Так. Все, давайте сейчас я буду действительно уже копить на... Пождите, а где она? А тут фермы нету. Офигеть. Тогда... Тогда неудивительно, почему я на нее не копил. Я просто как будто сразу же знал, что ее нету. Будем так и считать, что я просто слишком умен для всего этого. Так, вот такие мне, конечно, шары вообще не нравятся. Так. Можем еще магу на всех случаях прокачать. Чтобы он камуфляж видел. Инженеру вот эту прокачаем. В случае того, что скоро у нас уже пойдет первый мап. Через 7 раундов. Ну, слушайте. Нам надо 100 раундов прожить. И вообще как бы без банановых фирм. Тех же самых. Офигеть. Ну, я так думаю, мы будем ставить кого-то другого. Другие всякие типы обезьян, которые также нам будут давать дополнительные деньги. Тот же самый алхимик. На нижнюю линию, если его качать, он тоже будет давать дополнительные деньги. Но пока насчет алхимика я так не думаю. Прямо ставить. Потому что скоро у нас ждет наш первый мап. С которым я, конечно, драться не очень уж и хочу. Поэтому мы поставили бомбометатель, чтобы он у нас справлялся. Ай. Что-то я сейчас так осознал. Так преисполнился в своем познании. Понимаете, мы Бенджамина просто зря использовали. Точнее как, ну просто зря мы его здесь выбрали. Он тут даже денег не дает. Ладно бы, если бы он жизни и не давал. А тут ведь посмотрите. Ноль-ноль. Он вообще у нас тут бесполезный. Ему можно сказать зря в самом начале игры столько денег копили на него. Хотя вот единственный плюс, вы знаете, то, что вот он сейчас вот сделал, и из маба ничего не вылило. И нам еще дали один доллар. То есть это, видимо, тоже его как бы такая способность. Еще будет способность, которая будет давать дополнительные деньги. Хм. Ну хоть в чем-то будет его польза, но... Блин. Вот надо же так. Или подождите, мне тут вот еще интересно. А, нет, доступно. Просто вдруг тут недоступна прокачка вообще любая, которая дает дополнительные деньги. А тут и продать нельзя. Офигеть! Что тут происходит? Ну, в этом режиме... Ой-ой-ой. Справляемся. Я же тут испугался. Так, давайте я тут еще вот этих прокачаю немного, хотя бы вот так. Чтобы они стреляли побыстрее и тоже могли справляться с камуфляжем. Вот не знаю, все-таки стоит ли на шарового мастера алхимика копить. Он как бы нам принесет большой урон, но он и стоит невероятных денег. Так, кого бы нам тут еще поставить? Клеймечка можно в всякий случай сюда вначале поставить. Потому что он очень полезен. На самом деле замедление это реально вещь, очень большая. Так, тут можно некроманта пока что сделать. Некромант тоже очень силен. Особенно, знаете, если его прокачать до принца тьмы, то... А давайте, кстати, я попробую сейчас копить на принца тьмы. Посмотрим. Если какая-то будет проблема, то будем вкладывать деньги уже во что-то другое. Просто, в принципе, мы это действительно, если так посмотреть, тот герой, который может справиться почти со всем. И нам главное это дойти до него, и потом уже проблем никаких не будет. Свинец разбивает, керамику разбивает, камуфляж разбивает. Потом летучий вот этот вот быстрый камуфляж тоже уничтожает. С очень большой, ну точнее, высокой скоростью. Так, 12 тысяч уже есть. Прибыль увеличивает до 250 долларов за раунд. Блин, больно на это смотреть, вот знаете. Как бы видишь вот эту всю прибыль, ну и понимаешь, что... А ничего ведь не получаем. А если бы получали, наверное, уже тысяч... Десять минимум у нас было бы. Мечты-мечты. Ну да, ладно. Так. Осталось уже, на самом деле, не так много накопить. У нас 53-й раунд. Опасно, конечно, становится. Большую часть, кстати, мы уже пережили, к счастью. Если мы прокачаем принца тьмы, то дальше уже будем качивать что-то другое. Я бы поставил шиповый завод где-то, ну вот как раз в конце. Чтобы он у нас тут накапливал шипы всякие. Дополнительная защита, как бы. Вечные шипы, конечно, было бы тоже очень здорово. Но знаете, мне так кажется, мы на них не накопим. Потому что они стоят там 36 тысяч. Или не 36. Ну, когда я тогда играл, стоили так. А тут даже 32, кстати. Тогда ладно. Так. Почти накопили. Осталось полторы тысячи всего. Пожалуйста. Опасно, очень опасно, на самом деле. Я до сих пор в шоке с Бенджамина. Ну, я ни разу не играл в чемпанзе. И я даже не знал, как бы в чем прикол. Я не знал, что... Даже вот эти вот способности его будут пропадать. Как бы это сам по себе герой. Если дают его использовать, то почему запрещают его способности? Могли бы уж просто его запретить. Сказать, что... Не, а в чемпанзе Бенджамина нельзя использовать. Тут сказали. Ну, вы используйте. Но сделать вы им ничего не сможете. И он настолько вот эти вот программы кидает. Конечно, тоже иногда полезные. В принципе, мы у нас успешно куплен. И я так думаю... Ну, надеюсь, что сейчас у нас все будет намного лучше. Так, давайте я тут... Клеметчика прокачаю. Можно было бы, кстати, поставить друида. Я бы хотел вкачивать друида посередине. Потому что мне тогда писали о том, что... Он сейчас очень силен. Что там какие-то... Его прям так забафали. Невероятным образом. При этом он же еще дополнительные деньги будет приносить. Поэтому посмотрим. Может у нас что-то да нормальное выйдет. Так, правда вот я... Наверное, вот так вот все-таки вкачаю. Чтобы он еще молниями дополнительными убил. Смотрите, урон от него неплохо идет. С учетом того, что мы в него вложились еще не так много. И он настоит совсем чуть-чуть. Вот обезьяна Мак у нас прям спаситель. Если не она, то реально было бы много проблем. Кстати, у нас появится новый стилл у Бенджамина. Который дает дополнительные деньги за уничтожение шаров. Мы, конечно, будем его использовать. Но единственное, что... Мне интересно, действительно ли мы будем получать больше денег. Или это также у нас все по приколу. Так. Вот тут еще сейчас у нас появилась способность. Которая нам будет тоже давать дополнительные деньги. Совсем чуть-чуть. Но все-таки будет. Блин, а лесной дух стоит почти 38 тысяч. Как много. Так. Я даже не знаю, сможем ли мы на него накопить. Ну, как минимум посмотрим. Постараемся. Так. Даже не кликабельно. Вы посмотрите. У него способность вообще не кликабельная. У друида. Чего не творят. Реально, то есть... Невозможно денег получить. А вот это вот... Прокачка объявленного города. Она тоже там не работает? Я в шоке. Сколько открытий. Вот вам и чимпанзе. А у меня действительно много зрителей писали комментарии, что прошли карт 15, 20. Но вот сейчас... Как бы они это еще давно писали. Сейчас, наверное, они уже почти все карты прошли на чимпанзе. Но факт в том, что... Офигеть. Сколько тут нюансов. Сколько тут усложнений. Это, конечно, прикольно. Это действительно... Ты должен показать, насколько ты научился играть. И друид-то, посмотрите. 21 тысяча уже урона. Неплохо прям. Конечно, обзорную магу он не догонит. Ну да ладно. Очень уж и надо. Так, вот. Используем скилл. Хоть какие-то, чтобы деньги дополнительные получать. И 10 тысяч у нас уже накоплено. Нам надо еще 28. По крайней мере, посмотрим. Так. Используем все скиллы. И действительно, очень жалко, что мы даже обзорно-то продать никто не можем. Чтобы получить дополнительные деньги какие-то. Еще классно сейчас видеть, как на Бенджамине появляется. Типа, плюс 0 хп. Да. Бенджамин, спасибо, что ты есть. Ну вот реально, если так посмотреть. Тут, наверное, Адора и Сауда были бы очень хороши. Сауда сама по себе, в принципе, сильная. Адора тоже. Но у нее еще и скиллы невероятно сильные. И я надеюсь, что эти скиллы у них тоже все работают. И если у нас вообще ничего не получится, то вторую попытку я, конечно же, уже попробую с ними. Но я не хочу вторую попытку. Я хочу сейчас, знаете, насилие на духе все пройти. Так, давайте тут используем скилл. Как всегда, вовремя. Так. 78-й раунд у нас. Пока что проходит все неплохо. Все хорошо у нас. Действительно, вот этот вот принц. Принц невероятный. В прямом смысле слова невероятный. Так тащит нам. Мне кажется, мы действительно сейчас живем только благодаря него. Вот что значит хороший лидер у страны нашей. Принц тьмы. Хоть и тьмы, но для нас он очень благороден. Вот не знаю, что сказать. Восхваляю принца тьмы. Докатились. Не, ну он действительно очень классный. Если так посмотреть, что он стоит в общей сложности тысяч тридцать. И мне так кажется, что он прям полностью стоит своих денег. А нам, кстати, осталось-то уже чуть больше десяти тысяч накопить. До лесного духа. Так. Прошли. 81-й раунд на носу. Пока что все хорошо. Лесной дух-то посмотрите. Ой. Просто. Друид. 56 тысяч. Урон очень хороший. То есть он у нас на втором месте даже уже по урону. Несмотря на то, что как бы он у нас был поставлен не так давно. И мы его не так сильно даже вкачивали. Ну хотя нормально мы в него денег вложили. Все равно. Все равно. Ну да ладно. Так, лесной дух. Так. Вот. Сейчас, надеюсь, все упадет намного лучше. Единственное, знаете что? Я тут подумал. Может быть мы его зря прокачали. Именно в том плане, что как бы в дальнейших раундах у нас уже в основном пойдут все муабы. Муаб за муабом. Муаб за муабом. И именно надо будет как бы их разбивать. А я не знаю, друид ли силен в этом. Наш лесной дух справится. Так. Давайте я тут им арбалеты попрокачиваю. Чтоб посильнее были. Можно еще вот это обезьяне прокачать до мастера арбалета. За 15 раундов, я думаю, мы точно должны накопить. Но с учетом того, что сейчас с каждым раундом мы будем получать все больше и больше денег. И это здорово. У нас уже 3000 накопилось. А у друида уже 90 тысяч урона. Так, осталось 13 раундов. И мне, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы до сих пор смотрите, когда вы проходили чемпанзе на этой же карте, если вы, конечно, проходили, пожалуйста, расскажите, кого вы выбирали. То есть, например, какой у вас был герой и какая ваша была основная расстановка. Вот у меня на данный момент это, типа, принц тьмы и лесной дух. Может быть, вы как-то по-другому прокачивали и ваш выбор был эффективнее, чем мой. Мне было бы интересно узнать об этом, посмотреть, кто что выбирал. А я тут подумал, если мы получим еще большое количество денег, может нам попробовать поставить шиповый завод и до бесконечных шипов его прокачать? Конечно, я не знаю. За 9 раундов, но вряд ли мы успеем. Давайте посмотрим. Так, где-то на 95 раунде уже будем смотреть по итогу. Типа, сколько у нас будет денег? Будем ли мы готовы к тому, чтобы накопить до конца? Так как сейчас, как бы, 92 раунд, а у нас уже 16,5 тысяч. Это неплохо, как мне кажется. Ну, принц тьмы, спасибо, что ты есть. Я прям вообще так рад. А друйт-то? Уже 210 тысяч. Ну, и обезьяна маг, полмиллиона. Но она у нас и стоит очень давно. Так. 20 тысяч накоплено. Если все будет плохо, то я быстренько мастера арбалетов качаю. Он тоже способен тут большинство видов шаров пробивать. Правда, не сказано, большинство это все. Или там какое-то ограничение есть. Потому что это, ну, реально странно. Если вы говорите большинство, то прям так и говорите. Все? Или, например, только какие-то конкретные? Потому что, как по мне, это не дело. А друйт-то? Ой, я вообще, я так рад. Уже 285 тысяч. Ну, а обезьяна маг вообще не отстает. И мы почти накопили 300 тысяч. Поэтому, мне так кажется, что мы даже сможем накопить на бесконечные шипы. Это очень здорово. Правда, чтобы накопить на них, нам надо не 36 тысяч. Ой, почему опять забыл? Типа, что тут 32 тысячи стоит. Наверное, нам 36 тысячи надо. Где-то примерно так. Ну, слушайте, мы почти накопили. Тогда все классно. Может быть, мы еще мастера арбалета там немного успеем прокачивать. Зачем я использовал скилл Бенджамина? Если никто новый не летит. Ну, да ладно. Бывает, бывает. Так, почти накопили. Все. И теперь у нас есть еще 3 раунда. И тогда у нас здесь много наберется уже этих бесконечных шипов. И они нас, если что, будут уже спасать от последнего раунда. Мне еще интересно, есть ли тут потом бесконечный режим. Если он есть, и мы пройдем, то мы можем посмотреть, что там. Да как у нас будет? А что это? Подождите. Почему так опасно стало? Я не понял. А вы поняли? У меня все, у меня дар речи немного провал. Почему их резко так много стало? Пожалуйста, пожалуйста, справляйтесь. Бесконечные шипы копитесь. Очень страшно. Их сейчас в большом количестве. И это прям... Не по себе от этого. Стопый раунд. Все. Шипы. Давайте, давайте, давайте копитесь. Урон наносить хоть какой-нибудь. Будет обидно. Будет обидно, если... Если все. Так. Уничтожились. Ну тут их мало. Тут их реально очень мало. Так, если что, сейчас начнем заново. У меня уж тут есть все-таки 10 тысяч. Нет, тут реально не хватает. Давайте заново попробуем. Так. Что бы нам тут придумать еще? У нас тут 9500. Нам надо бы побыстрее его пробить. До конца. Шаролов тут не подходит. Нам надо как минимум больше урона по нему. Может попробуем суперобезьяну? Так, тут 2,5. 5. Блин, тут до конца не хватит. Но как минимум это будет дополнительный большой урон. Давайте, по крайней мере, посмотрим. Потому что до этого мы же вообще так просто проходили. А сейчас хотя бы с ним. Блин, как он мало урона наносит. Вы посмотрите, очень мало. Нет, похоже, надо будет потом заново опять пробовать. Пипец. Какой ужас. Я тут тогда держу эту шестеренку наготове. Ну, единственный плюс, что мы тут пораньше уже пробили дали. О, как я опасно только что нажал. Очень. Так. В этот раз, кстати, получше ведь случилось. Я немного не понял, как это работает. Ну да ладно. Так, если у нас это не вышло, может попробуем поставить обезьяну-ниндзя и прокачать ее вот так. И у нас, ну, идеально хватило. Совсем много осталось. И как бы тут она уже будет кидать дополнительные мины. А мины тут неплохой урон наносит. То есть вот, она уже нанесла намного больше урона, чем супер обезьяна. А нам тут как раз-таки мапы надо пробивать. Так. Первые уже уничтожились. Смотрим, смотрим, что будет дальше. Прошли! Прошли! Вау! Я в шоке. Обезьяна-звезда! Наш принц Тюмы! А еще... Ой, я в шоке. Я так рад! Вау! Нет слов, одни эмоции. Так, давайте немного продолжим вольную игру. Может быть мы и сольемся уже в этом же раунде. Ну как же я рад! Спасибо большое, обезьяна-ниндзя! Это вообще... Это было очень круто. Я все-таки рад, что я решил ее поставить. И я рад, что у нас на сотом раунде осталось какое-то количество денег. Так, я их даже никуда не потратил. Надо же! Иногда это спасают. А тут прям впритык. 500 монет всего осталось. И мы прошли! Это мой первый чимпанзе! Сейчас мы уже сольемся уже. О! Еще живу. Ну да ладно. Ну вот сейчас уже, да, здесь прям проблемы. 102 раунд! Вау! Все, я доволен. Идем домой. Так, достижение. Получить все медали за порождение карты. Наконец-то! Пройти одну карту в режиме чимпанзе. Это действительно моя первая карта. Вау! О, она тут еще теперь измененная. Ну это прям гордость берет. Правда, я, кстати, когда смотрел на видео, и у человека, она, эта рамка горела как-то по-другому. Может, это где-то покупное? Ну в любом случае, вы посмотрите, как теперь классно выглядит. Если вы захотите, то мы можем попробовать дальше на других видео также проходить чимпанзе. Правда, я не знаю, можно ли мои видео считать гайдами, так как я сам впервые пробую их пройти, впервые смотрю, и здесь мы прям еле как победили. Единственное, что лесной дух, он очень классный, но все-таки, если бы я сейчас смотрел, кого ставить, я бы поставил кого-то другого. Потому что на сотом раунде, как по мне, он был бесполезный абсолютно. Как-то потому что там надо было именно Муабу про уничтожать, а не шары, а он больше на шары создан, как бы. Ну на этом я, наверное, буду заканчивать это видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, чтобы вам было интересно посмотреть или увидеть. А с вами был Диктофон, всем удачи и всем пока! Игорь Диктофон, чтобы попробовать?